Настоящая детективная история разворачивается на орбите. Нет, речь идет не о пришельцах с планеты Мельмак, а о старой доброй МКС. Говорят, что Роскосмос пытался тайно прощупать вопрос о том, как связаться с Эркюлем Пуаро или хотя бы комиссаром Мегре, чтобы распутать ряд загадочных событий, произошедших с их оборудованием. Все началось с того, что из узлового модуля их сегмента в неизвестном направлении стал выходить воздух, и, видимо, это уже происходило довольно давно, но оборудование для генерации воздуха как-то решало эту проблему до тех пор, пока само не вышло из строя. Давление тут же начало падать, и сработали аварийные системы оповещения. Отверстия долго не могли найти, но потом объявили, что какой-то злоумышленник просверлил обшивку, и поэтому воздух стал уходить усиленным темпом. В конце концов, у москвонавтов появилась версия, что это подлые американцы ночью просверлили дырку, поскольку никто больше этого сделать не мог. Правда, они умолчали, что прибивали гвоздики для того, чтобы развесить на них иконы и портреты Ленина, Сталина, Путина и все остальное. Потом началась эпопея заклеивания дырок. Изначально пытались это сделать собственными физиологическими жидкостями, но успеха не последовало. В ход пошел лейкопластырь и даже клей БФ2, и в конце концов, проблему удалось решить. Но пока искали утечку, обнаружили обширные области усталости металла, то есть конструкции их сегмента уже утрачивают свои защитные способности. И что интересно, если в сверлении дыр американцев еще как-то можно было обвинить, то вот с генератором воздуха этот номер не проходит. Американцы просто не в курсе, какие педали там надо крутить и что делать, чтобы агрегат работал или не работал. Так что здесь отработал принцип «нет уж сами». Ну а вслед за этим из строя вышел космический нужник москвонавтов. Он как-то забился и стал давать сдачу в невесомость. Пришлось им на время пересесть на американский стул. Но, как оказалось, все это были только цветочки. Какое-то время назад весь мир наблюдал видео, как из радиатора космического корабля «Прогресс МС-21» в космос уходит струя охлаждающей жидкости. Судя по тому, как долго она выходила, система осталась вообще без охлаждения. А это значит, что москвонавтам уже не удастся вернуться назад на этом аппарате. Правда, в Центре управления полетами предложили доставить на борт корабля килограмм сто соуса «Терияки» и в нем приземлять москвонавтов. Но те отказались от этого гастрономического шоу наотрез. В этот раз американцев никак не удалось обвинить, хотя бы потому, что утечка шла снаружи. А туда уж точно никто из американцев даже не собирался добираться. Таким образом, Роскосмос пришел к единственно возможному выводу о том, что систему повредил микрометеорит. Но эта теория имеет массу издержек, и в частности то, что станция движется по орбите таким образом, что если бы ей пришлось столкнуться с микрометеоритом, то место, где находится пострадавший аппарат, имеет меньше всего шансов принять удар на себя. Вероятность этого намного ниже, чем у других частей. Но на тот момент эта версия всех устраивала, и о ней забыли, а экипаж было решено приземлять другим кораблем прогресс МС-23, который планировалось отправить на днях. Но не вышло. На этот раз дело было уже не в сортире или генераторе воздуха, напоследствии оказались не менее живописные. Вот как описывает ситуацию Раша Пресса. Запуск корабля «Союз МС-23», который должен был вернуть на Землю экипаж «Союза МС-22» космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, пришлось перенести с 20 февраля на март. Такое рассказал сменщик Рогозина, действующий глава Роскосмоса Юрий Борисов. Как мы помним, он как-то пообещал покончить с разгильдяйством, которое развел Рогозин, но, как видно, у него тоже все валится из рук. И, скорее всего, причина та же. Руки категорически заняты. В одной пила, в другой – то, что ей удалось отпилить от бюджета. Ведь Рогозин ушел не с пустыми руками. Говорят, что он даже батут забрал перед дембелем. И вот теперь приходится рассказывать о том, что же там происходит. Как мы помним, разгерметизация уже произошла с сервисным модулем «Заря». И, в общем, это было представлено как некий необъяснимый инцидент. И вот теперь, объясняя причину переноса спуска экипажа на Землю, приходится рассказывать такое. Причина аварии – разгерметизация на корабле «Прогресс МС-21», который находится на МКС. Об утечке в его системе терморегулирования стало известно 11 февраля. Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией корабля «Прогресс МС-22». Борисов заверил, что экипажу ничего не угрожает, отсек МС-21 был изолирован от общего объема МКС. И вот этот инцидент наводит на мысль, что если сервисный модуль болтается на орбите два десятка лет, то за это время с ним много чего могло произойти. А вот свежий корабль МС-21 – другое дело. Его собрали относительно недавно, и в общем свою миссию он должен отлетать без лишних вопросов. Изделия из космоса традиционно имеют избыточную надежность по всем узловым компонентам, и в первую очередь по целостности корпуса. Быстрая разгерметизация корабля гарантированно убьет экипаж. В 1971 году было такое ЧП, которое произошло с кораблем «Союз-11». Там тоже была разгерметизация, и экипаж погиб. В общем, если к ветеранским частям станции могут быть вопросы, потому что так долго на орбите такие сложные системы не эксплуатировались, и поэтому могут возникать какие-то проблемы, связанные со сроками пребывания в космическом пространстве, то с транспортными кораблями этих проблем не должно быть по определению. Но факт налицо. Один и тот же корабль показал две подряд критические неисправности, каждая из которых имеет смертельную опасность для экипажа, а обе вместе – фатальные. Космонавтам просто повезло в том плане, что во время аварий они находились на борту МКС, а не на самом корабле. И опять же, можно придумывать разные оправдания тому, что эта корыта разваливается просто своим ходом, но вот с другой стороны к МКС пристыкованы американские, европейские и японские модули, а доставку экипажей производит американский корабль. И вот на американской половине и туалет работает, и генератор воздуха не имеет проблем, а главное – нет проблем с герметичностью как корпуса, так и гидравлических систем станции и кораблей. Все работает штатно. А все дело в деградации промышленности Московии и архаизации систем управления как страной, так и отраслями промышленности. Товарищ Путин верной дорогой ведет свою атару в самый центр гринпенской трясины. Субтитры создавал DimaTorzok